Вместе с главой района в инспекции приняли участие Лариса Лазутина, Татьяна Одинцова, Алексей Поляков. Первый этаж предназначен для четырех групп раннего развития, 80 детей – ясенной группы. Руководитель муниципалитета с гостями и родителями будущих воспитанников осмотрели процедурную комнату и медицинский кабинет, бассейн, помещение охраны и пищеблок, который, кстати, привлек наибольшее внимание. Шеф-повар детского сада продемонстрировал оригинальную подачу блюд и пообещал приятно удивлять воспитанников дошкольного учреждения своими кулинарными способностями. Мы все прекрасно понимаем, что дети, приходя в детский сад, пытаются кушать то, что они привыкли есть дома. И когда идет какое-то несоответствие по внешнему виду, дети очень часто блокируются и просто не кушают. Это одна из таких серьезных проблем в детском саду, потому что все-таки есть разница между домашней кухней и то, что предлагается в детском садике. И один из способов позитивно и правильно настроить ребенка на пищу – это как раз вот такая игровая, визуальная форма блюд, которые готовятся в детском саду. Считаю, что у нас это, можно сказать, уникальная технология, которую мы будем применять и в других детских садах с той командой поваров, которая сегодня тоже нам представляла эти блюды. На втором этаже разместятся четыре группы для ста малышей в возрасте трех-четырех лет. Здесь обустроены музыкальные и физкультурные залы, а также прачечная. Третий этаж предусмотрен для ребят постарше от четырех до семи лет. Мебель и игрушки в группах выполнены из качественных, экологически чистых материалов по стандартам, которые применяются ко всем дошкольным учреждениям. Этот садик станет 21-м по счету открытым в Одинцовском районе за последние четыре года. По словам Андрея Иванова, он увидел максимальную степень готовности и полную укомплектованность. Планируем, что уже к концу следующей недели здесь окажутся дети, но может быть через неделю, если документы будут недооформлены, но физическая готовность максимальная. Каждая групповая ячейка оборудована раздевалкой, игровой и раздаточной комнатами, санитарным узлом и спальней. Уникальность детского сада в жилом комплексе Одинбург в том, что это первое учреждение в Одинцово, где установлены пятимодульные встроенные сушилки в ящиках, которые позволяют экономить и время, и пространство. У нас, наверное, у первых из детских садов появились детские сушильные шкафчики. Отдельно оборудованный пятисекционный шкаф электрический сушильный, который сушит непосредственно всю одежду сразу. Для этого предусмотрена заранее система вентиляции, которая должна включаться во время сушки белья. Ну и, соответственно, оно занимает меньше места, так как нет отдельного большого сушильного шкафа, но и секционно для каждого ребенка. Кроме этого, на территории детского сада номер 75 расположены 12 игровых площадок по количеству групп. Две спортивные площадки, навес для колясок и детских велосипедов. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания Одинсова.